Жди меня, я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди, жди, когда снега ведут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыл вчера. Молодежь читает стихи тем, о ком они написаны. Когда началась война, Мария Ишкинёва только окончила шестой класс, из школы и сразу на завод. До сих пор помнит, как промывала ледяным бензином подшипники на морозе и, еле сдерживая слезы, рассказывает о старшем брате, который ушел на фронт добровольцем, но так и не вернулся. Потому в День Победы всегда испытывает противоречивые чувства и радость, и печаль. Тяжело, конечно, вспоминать все. Когда мы узнали это, встретились с мамой, и мы, конечно, плакали и радовались все. Поскольку у нас погиб брат, пошел добровольно и остался в Топполтаве. Таких, как Мария Ишкинёва, в Октябрьском районе Самары осталось немного, как и по всей России. Тем важнее уделять им как можно больше внимания. Вручение юбилейных медалей в честь Победы по поручению президента России Владимира Путин проходит по всей стране. В Самарском доме молодежи постарались создать камерную обстановку и окружить вниманием каждого пришедшего навстречу. Наша задача постараться сделать так, чтобы ветеранам было максимально комфортно, потому что мы осознаем, что вот тот подвиг, который они совершили во имя нашей жизни, его просто невозможно недооценить. Ветераны, здоровье которых не позволило прийти на награждение, без юбилейной медали не останутся. Волонтеры доставят их на дом, чтобы каждый участник войны труженик тыла почувствовал, а его подвиги помнят. Анастасия Зубарева, Дмитрий Мешканцов. События.